Фёдоров, город Новосибирск, которого вы только что прослушали. Ну, а по правой дорожке наш гость из города Омска, Андрей Найтанов. Toyota Celica. Toyota Celica, GT4. Два олдскульных автомобиля, да. Японских. GT4 был построен для участия в ралли. WRC. Да, WRC. И тогда это было обязательным условием, но, кажется, и сейчас у них остаётся для участия в ралли. Не менее 500 серийных автомобилей выпустить. Ну, скорее всего, я цифр не помню, но, наверное... Не менее 500, я недавно увидел информации. Чтобы выступать в классическом ралли, Toyota нужно было выпустить. И появился на свет Toyota Celica GT4. Ну, а турик... У них ещё Toyota Corolla была. Да, да, да. Хэтчбэк. Ну, а турик, в свою очередь, в начале 2000-х, в середине 2000-х, очень сильно полюбился российской аудиторией. И его засилие по нашей стране просто... Ну, там сама история появления этих машин ещё из 80-х. Когда появился JZ, RB25. И японцы любили гонки по хайвэям, гонки, которые за 300, кто дольше проедет на скорости за 300. Мне кажется, все просто в детстве смотрели на председателей совхозов, которые ездили на чёрных Волгах. А потом, когда выросли, чёрных Волг уже стало не так престижно. Зато есть чёрный турик. Который едет лучше Волги. Который едет лучше Волги, да. А диван там такой же, как в Волге. Один в один. Ну, только руль в бардачке. Только руль в бардачке. Ну что ж, финал. А, всё. А здесь уже турику уже ничем не помешать. Или помешать? Или не помешать? Нет. Догнать не догонит 100%. Так, да. 11-2. 11-2. Иван Фёдоров. Поздравляем. Ивана Фёдорова с победой. Поздравляем Ивана Фёдорова. Ваня молодец. Ни разу не проиграл Иван Фёдоров.